вы знаете я был очень сильно искренне обрадован вопросу моей старшей дочери который был задан буквально на днях вечером позвонила мне и сказала пап можно вопрос говорю пли и ребенок действительно дал шикарный вопрос над которым я предлагаю подумать и вам не может быть задать его себе вопрос прозвучал так чтобы ты ответил сказал хотел сказать себе или сказал себе маленькому если бы ты себя таким встретил вот встреча я и я маленький и чтобы я произнес но я скажу что я ответил своей дочери а вы попробуйте поиграть с этой такой мемом я стал во первых я не знаю имею ли я право говорить себе маленькому чтобы то ни было и давать советы во вторых меня в жизни все устраивает все что было в моей жизни меня вполне устраивает я очень благодарен всем своим врагам они сделали меня сильнее они сделали меня я конечно без безусловно благодарен тем людям которые меня искренне любят есть и такие поэтому я бы ничего не стал менять своей жизни именно каждый шаг каждое мое решение каждое мое слово каждое мое дело каждый мой поступок соткал ткань моей жизни и я не доволен я доволен да я еще убрал бы какое-то количество сантиметров своей талии сантиметров 20 килограмм 20 я бы еще убрал веса добавил бы пару миллионов долларов в свой кошелек все все остальное меня устраивает вот но это еще все впереди это уберется добавится и так далее поэтому мне нечего желать все у меня все хорошо себе маленькому я бы пожалуй я бы просто помолчал с собой маленьким и я вспомнил и рассказал своей дочери о внутреннем ребенке подростковым я и очень рекомендую всем озаботиться своим внутренним ребенком начать его исцеление немедленно те кто не начал те кто начал довести его до финишной фазы это сверх важная часть нашей конструкции это сверх важная часть нас но она не принадлежит именно одному воплощению этот внутренний ребенок путешествует с нами сквозь жизни он сопровождает нас тысячи воплощений озаботьтесь его исцеление это архиважно поэтому я очень рад что мой ребенок дорос до таких вопросов я благодарю тебя я очень рад что я услышал этот вопрос я думаю что он очень своевременен и для меня и для моей дочери и для всех вас именно поэтому я сделал эту часть своей личной жизни публичной это действительно интересный хороший вопрос и критично оцениваете те слова которые вы захотите сказать себе маленькому или не захотите сказать себе маленькому вспомните притчу о горячем камне когда малыш нашел камень на котором было написано кто разобьет меня начнет жизнь вновь он привел к этому камню дедушку предварительно очистив его от болота и вытащил на пригорок и дедушка отказался разбивать этот камень он сказал что он прожил достойную жизнь я всем вам желаю прожить жизнь достойна и чтобы на ее финише вам ничего не хотелось менять